Административный штраф считается уплаченным при условии. Административным нарушением является противоправное, виновное деяние либо бездействие лица представителя власти, юридического лица, за совершение которого действующим законодательством КАПРФ нормативные акты субъектов государства предусмотрено назначение наказания одним из взысканий в числе прочих установленных законом, а именно статьей 3. 2 КАПРФ является назначение денежных санкций. Административный штраф считается уплаченным при условии соблюдения ряда правил, закрепленных правовыми актами. Суть административного штрафа как меры воздействия на субъекта. Этот вид наказания относится статьей 3. 3 КАПРФ категории основных. Данная санкция, как и любая другая по существу, представляет собой законодательно закрепленное принуждение. Целью ее применения является воздействие на виновное лицо путем причинения ему юридического урона, создающего осознание наказуемости за совершенный проступок. Штрафовать – значит стимулировать возникновение чувства вины. Составление административного протокола административный штраф Обязательство о внесении денежной суммы гражданинам-предпринимателям, учреждением которое возлагается на основании постановления о его назначении. Санкция связана с отчуждением у правонарушителя принадлежащих ему материальных ценностей. Большинство юристов называют штраф одним из эффективнейших методов влияния на лиц, не чтящих законы. Интересно, до 2007 года размеры исчислялись в кратно действующему Мамроту. Сейчас действует более удобная форма, санкции выражается в конкретных суммах, указанных в рублях. Сроки уплаты штрафов В части 1 статьи 32.2 КАПРФ сказано, что лицо, подвергнутое указанному типу наказания, обязано полностью погасить задолженность перед государством не позднее, чем через 60 дней со вступления вынесенного постановления в силу. Гражданину выдается квитанция, в которой указаны все необходимые для перечисления денежных средств банковские реквизиты. В идеале, постановление о наложении штрафа должно быть исполнено в течение предусмотренного законом срока. Иные правила действуют только для иностранцев, выдворяемых из страны, данный срок законом сокращен в этом случае до одного дня. Своеобразная льгота в случае назначения денежного взыскания существует для людей, нарушивших некоторые пункты ПДД. Важно! Административный штраф, назначенный за несоблюдение одной из норм, относящихся к главе 12 КАПРФ, перечень которых установлен частью 1.3 статьи 32.2 указанного кодекса, допускается оплатить в размере 50% от общей суммы. Таким правом привлеченные к ответственности субъект обладает, если давность вынесения постановления не превышает 20 дней. Это правило не действует, если была применена отсрочка либо рассрочка. Административный штраф в любом случае должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, поскольку таков закон. Полное погашение долга. Любой административный штраф, назначенный постановлением, проводится через банковскую систему. После осуществления операции в обязательном порядке выдается кассовый чек. Подобный фискальный документ выдает и банкомат при переводе денег посредством него. Способ оплаты нарушитель может выбрать самостоятельно. Моментом погашения штрафа считается дата и время, указанное в полученном чеке. Банкомат поможет погасить долг, совершивший нарушение, должен сохранить его, либо явиться в структуру, назначившую взыскание и предъявить сам документ или подготовленную заранее ксерокопию. Органы полиции, как правило, имеют доступ к программному обеспечению, которое либо автоматически разносит в базы данных поступившие деньги, либо позволяет посмотреть сведения о платежах и проставить отметки вручную. Однако гражданам нужно иметь в виду, что подобные сервисы срабатывают не мгновенно, информация идет до адресатора 3 до 15 дней. Лица, использующие для оплаты банкомат, часто не учитывают, что устройство взимает комиссию за выполнение операции. Имея, например, взыскание размером 500 рублей, человек вносит купюру соответствующего достоинства в аппарат, считая, что долг погашен. Тем временем, на счет получателя поступает только 450-475 рублей, в зависимости от наименования банка. Долг остается, а срок давности, во время которого человек считается привлекавшимся к ответственности, исчисляться не начинает. Важно! Штраф считается полностью погашеном только тогда, когда будет осуществлен перевод всей суммы без остатка. Нарушитель обязан понимать, что в связи с несовершенством платежных систем деньги могут поступить с опозданием. Руководствуясь частью 5 ст. 32. 2К АПРФ Не позднее 10 дней с начала просрочки, уполномоченное лицо обязано направить постановление, по которому имеется задолженность судебным приставам. Они, получая приказ от руководства, накладывают арест на банковские счета человека, списывая с них денежные средства. Из-за указанных обстоятельств нередки случаи повторного взыскания одного и того же штрафа, поэтому так важно заплатить в срок. Если неприятность все-таки случилась, человеку следует обратиться в орган, назначивший санкцию для подачи заявления о возврате денег. Образец такого документа имеется и у полицейских, и в отделениях службы судебных приставов. Порядок исполнения постановления. Дело рассматривается по существу судьей, либо должностным лицом, имеющим на то полномочия. Очередность процесса регламентируется статьей 29.7 КПРФ. По завершению процедуры выносится мотивированное постановление, где содержатся подробные данные о правонарушителе, суть совершенного административного проступа, указания на то требования, какой нормы нарушены. Резолютивная часть документа гласит, доказана ли волна и мерь вина, здесь же размещается сумма налагаемого административного штрафа. Заверенная копия по закону должна вручаться привлеченному к ответственности гражданину в течение трех суток. Как правило это происходит быстрее, в один день и с рассмотрением. На заметку, иногда лицо, в силу личных обстоятельств или иного затруднительного положения, не может присутствовать при процессуальном действии. Законом разрешено накладывать штрафные санкции без участия правонарушителя. Копия документа отправляется посредством заказного письма. Такое постановление обретает закону силу на 11 день после получения его на почте. Как уже говорилось выше, любому правонарушителю предоставляется возможность добровольно оплатить долг в течение 60 дней. Однако начало этого срока может наступить в разное время, в случае отсутствия жалобы на постановление. Период начинается с первого дня. Вступление его в силу при обжаловании документа, если в результате он признан не подлежащим изменению, 60 дней исчисляются с момента вступления в силу решения суда. Обратите внимание, если время прошло, а денежные средства не поступили на счет, либо человек не предоставил чек об оплате, процесс исполнения включается служба судебных приставов. Кроме того, гражданин, не уплативший штраф в отведенный ему период, совершает новое административное правонарушение, наказание за которое предусматривает часть 1 статьи 20.25 КПРФ, моментом просрочки будет считаться наступление 00.01.61 дня с момента вынесения по делу постановления. Приставы либо сотрудники полиции составляют по выявленному факту протокол, наказанием по которому может быть удвоенный штраф при Этим сумма будет не менее 1000 рублей, назначение обязательных работ до 50 часов применения административного ареста длительностью до 15 суток. Арест в следствии неуплаты некоторые нарушители ошибочно считают, что после привлечения их к ответственности за неуплату предыдущую Просроченную сумму гасить не нужно. Это глубокое заблуждение. Согласно статье 31.9 КПРФ, долг никуда не денется в течение двух лет с момента его возникновения, исполнять обязательства придется. То есть судебные приставы, используя свои инструменты воздействия ареста счетов имущества, будут и дальше работать над принудительным погашением. Ведь гласит же статья 32.2 КПРФ, что за штраф, неуплаченный добросовестно, человек несет личную ответственность. Неплательщик наказан, обязательная работа и срок для оплаты штрафа КПРФ предоставляет достаточный, в течение 60 дней вполне возможно решить возникшую проблему. Только с момента полного устранения задолженности начинает исчисляться период 1 год, на протяжении которого гражданин числится привлекавшимся ранее к ответственности. Противоправное деяние, совершенное в это время, рождает повторность, то есть будет считаться отихченным. Поэтому гасит долги как можно быстрее, в интересах нарушителя.